И снова здравствуйте, с вами на связи Олег Калабудвин. И мы изучаем, как вы знаете, массажные практики. Хочу поделиться с вами таким небольшим лайфхаком. Многие жалуются, что отрываются волоски. Для этого просто надо добавлять больше масла, столько, сколько потребно для каждого индивидуума, который у вас лежит на столе. Потому что были у меня такие массажисты, которые так массировали ноги, что у человека просто все повырвалось. Потом возбудилось и месяц, наверное, месяц проходила, краснота была, будто какая-то экзема у него вышла. Повырвал волоски. Еще один вариант. Некоторые жалуются, что работаешь, работает массажист, а у него на волосках закручивались такие узелки, которые потом никак не распутать. Их приходится вырывать или срезать как-то. Ну, лишние неприятности у человека, у пациента вашего. Поэтому, вот объясняю. Волоски начинают закручиваться, когда вы делаете короткие движения на одном месте. Еще и часто. Вот вы их по спиральке закручиваете. Так же, как узелок на нитке. В иголку вставили, и на нитке мы закручиваем этот узелок. Угру пальца. Мелкие, короткие такие движения. Поэтому, во-первых, ваши движения должны быть в той части тела, где у человека повышенная волосатость. А некоторые волоски достигают аж сантиметров 10-12 бывают. То, соответственно, надо делать протяжные движения, более широкие, чтобы дойти от начала роста волос до его конца. И, если все-таки у вас получилось, где-то волоски, узелки завязываются, где-то вы это видите, да, вот это, надо как можно быстрее, желательно надо заметить. И тогда вы туда внедряетесь пальцем, и по тому же движению, в ту же сторону, куда и делали, да, в ту же сторону вы его растягиваете и распутываете этот узелок. Вот. Таким образом, ваши клиенты будут всегда довольны, и не будут к вам поступать нехорошие жалобы, как на специалиста. Вот такой вот небольшой лайфхак по работе с волосками для массажистов. Берите во внимание и используйте свои практики.